Всем привет! У меня бомбануло после выхода инфографики от Яндекса и правительства Москвы касательно смягчения режима карантина. Поэтому я сейчас по ней пройдусь. Здесь будет мой бомбеж, мои эмоции. Сука, это просто бесит. Тот маразм и идиотизм, который творят власти, иногда это просто зашкаливающе. Поэтому, если вы не живете в Москве, вас это не касается. В принципе, можете закрывать ролик, но у меня настолько бомбануло и пригорело, что я не мог не записать. Если хотите посмотреть на меня бомбящего, критикующего власть, то, пожалуйста, welcome. И давайте начнем с того, что с 1 июня у нас вводится ослабленный режим. Помните, ребята, что ослаблять – это глагол, а не любовница осла. Это очень важно. Бомбануло у меня с инфографики. Ну что, готовы? Таст цитирует слова Себянина, сказанные им на передаче «60 минут» к вопросу о том, когда можно заниматься спортом на улице и гулять. Цитата. «Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет. Когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше. Когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше. На момент записи ролика статистика по коронавирусу по Москве плюс 2140 заболевших. «Класс, молодцы, мораль, нравственность, лицемерие, жопа!» Да, это, конечно, не 10 тысяч, как было, но 2000. Соответственно, ослабление режима Собянина уже противоречит. Да, мы не будем вспоминать ту историю. Хотя нет, вспомни, когда Собянин сказал, что перчатки и маски обязательно, а потом вышел такой хоп, и на пресс-релизе он без перчаточек посещает места. Во! Ну, собственно, для нашей власти это нормально, поэтому... Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят! Но смотрите, да, что типа не тысячи в день, а десятки или сотни. Сейчас 28 мая, и я сильно сомневаюсь, что за оставшиеся три дня у нас статистика так внезапно упадет, что не 2000 заболевших будет, а сотни. Хотя, почему нет? Указ вызвали, люди не заболевают, все хорошо, все замечательно. То есть, получается, что слова Собянина о снятии ограничительных мер противоречит его же собственным словам, сказанным 19 мая. Вот это поворот! Следующий момент, с которого, собственно, у меня прям максимально бомбануло, это инфографика, которую выпустил Яндекс.Карты и моя Москва. Потом мы пройдемся непосредственно по тому, что написано в блоге у Собянина. Прогулки с 9 до 21. У нас есть 6 групп жилых домов, я так понимаю, и которые делятся там. Вот группа 1 гуляет понедельник, среда, суббота, группа 2 там понедельник, среда, воскресенье. Короче, два рабочих дня и один выходной. У вас, типа, разрешено гулять с 9 до 21 без каких-то ограничений по времени. И с очень интересной формулировкой на сайте Собянина, да, что рекомендуется не дальше двух километров от дома. Но это рекомендуется. Это не запрет, это не предписание, это рекомендация. Это важный момент. Дальше. Занятия спортом разрешены до 9.00. То есть, типа, время отведенное, более точно написано на сайте Собянина, с 5 утра до 9 утра. Ну, короче, прикольно, да. Причем пробежка, спортивная ходьба, использование велосипеды, роликов, самокат, скейтборды и так далее. При занятии спортом ограничений на расстояние от места жительства нет. То есть, чисто технически ты можешь поехать, если ты, допустим, выехал в понедельник, находишься в группе 1, занятия спортом на велосипеде, ты можешь ехать к черту на куличике, тебе никаких претензий не будет, кроме того, что у нас... У нас обязательны маски. Не только желательны, вопреки многим рекомендациям ВОЗ, а обязательны. То есть, у нас можно ходить без масок, но и строго нельзя. Причем вам обязательно иметь документ или фотографию документа, которая подтверждала бы, что вы живете по такому-то адресу. Мне очень нравятся изменения, которые они внесли, как раз для того, чтобы заставить людей ходить в масках. Это типа в приказе по Москве на портале МОЗ.РУ, который выложен, там внесена поправка, что с 1 июня использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в иных случаях покидания мест проживания, пребывания, в том числе в целях прогулки и занятий физической культурой и спортом в соответствии с приложением номер 8 к настоящему указу, а в случае посещения зданий, строений, сооружений, помещений дополнительно использовать перчатки. Очень интересно описано, если раньше, короче, вы могли только в общественном транспорте использовать перчатки и маски, вы теперь обязаны делать это постоянно. Я так подразумеваю, это связано с тем, что у них не покупают маски вот в этих всех автоматах, потому что они космические деньги стоят, и я знаю достаточно много людей, которые, скажем так, имеют одну маску, которую просто снимают и надевают, ну, до 1 июня, хотя ролик, я не знаю, как выйдет, но должен прям вот выйти, потому что, ну, во-первых, это деньги, во-вторых, это, ну, маразм, то есть наша власть идет наперекор рекомендациям ВОЗ. Я понимаю, им нужно отбить деньги, которые они теряют из-за простоев, из-за выплат, из-за так далее, но мне кажется, не ценой, как бы, хотя ладно, господи, кого я обманываю, власть давно наплевает на людей. Ты чё, горец? Причем, обратите внимание, в пункте так интересно прописано, что, в принципе, технически, если вы вышли из дома, даже в своей машине вы обязаны сидеть в наморнике и не гавкать. Интересно, я в своем доме обязан носить маску? Надо почитать подробнее. Что не очень понятно мне, потому что маски не дают защиты в связи с тем, что, ну, реально, я не знаю ни одного человека. Хорошо, давайте я вот так сформулирую. Я не знаю ни одного человека, который бы применял маски по назначению, по тому, как их положено использовать. То есть, вот, каждые, там, два часа менял бы их, у него была бы дома стопка и так далее. Все, как бы, болт на это положили и ходят в одной маске. По сути, действия властей могут спровоцировать вторую волну эпидемии. Ты чё, с ума сошёл? Ну, мне кажется, эти меры ограничительные делают только хуже. Но это моё личное мнение, вы можете быть с ним не согласны, пишите об этом в комментариях. Причём они это так вот и хитро, и красиво прописали, что теперь нельзя сказать, что ты едешь по делам, у тебя есть пропуск, и ты типа едешь без маски, потому что маска обязательно. Не знаю, посмотрим. Я передвигаюсь много по Москве на велосипеде, и, признаюсь честно, я не буду во время поездок на велосипеде использовать маску, потому что, ну, это как бы личный транспорт. С какого хрена я должен носить маску, передвигаясь на личном транспорте? Почему тогда не прописано, что в машинах люди обязаны в намордниках сидеть? Я не призываю вас так делать, но сам я на велосипеде надевать маску не буду. И опять же, здесь, во-первых, не прописано, какие перчатки, то есть, опять же, перчатки без пальцев, вообще не вопрос. Средства индивидуальной защиты, горнолыжная маска, то же самое, это, по сути, ваше средство индивидуальной защиты, которое так и продаётся у органов дыхания, но при этом ни хрена не защищает. И опять же, респираторы здесь не прописано, какие. Как мы помним, есть ряд респираторов с обратным клапаном, которые защищают вас при вдыхании, но при этом, когда вы выдыхаете, они не работают, потому что клапан открыт, всё выходит наружу. И смысл такого респиратора просто нулевой. Ну, других людей не защитите от себя, если вы больны. То есть, либо пропишите по-человечески. Блин, я им советы даю, какой же я дебил. У нас ума не хватает. А ещё лайфхак хороший, надеть какой-нибудь противогаз, выкрутить фильтра, и внешне это, как бы, противогаз, но при этом, как бы, он не защищает и не прикопаться. Контроль за соблюдением режима прогулок, это всё понятно. Тут, как бы, патруль, все дела, бла-бла-бла, делайте себе пропуск, едьте по делам, и, как бы, ничего здесь не изменится. Радует, что разрешили гулять людям старше 65 лет, потому что для бабушек, ну, это реально, как бы, у меня бабушка за полтора месяца сидения дома, которая москвичка, она у меня, ну, видимо, сдала, и, ну, как бы, прогулки для пожилых людей, да и вообще для всех это очень полезно, тут базара ноль. Просто у нас всё делается через одно место, через жопу. Ну, как сказал Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. Мне очень нравится, что, типа, администрация или охрана парка имеет право отказать в посещениях в случае повышения, в случае превышения числа посетителей. Интересно, как они будут определять это число посетителей, и его превышение закрыто только за ряде, все остальные парки должны открыться. Например, если они будут считать по количеству телефонов, вот у меня, например, телефон с двумя симками у моей жены, то есть мы вдвоём, выйдя на улицу, получаем четыре активных пина, что вот вышли на улицу. Прикольно. Короче, теперь на улицу запрещено выходить только людям с подтверждённым ковидом, ОРВИ и также контактировавших с ними. Вот, обращаю внимание ещё раз, что рекомендательный характер носит ограничения на 2 километра. Это необязательное требование, это везде прописано. Радует, что для прогулок не нужен пропуск, нужно знать свой день, своё место, и не тявкать. Вот, ну, типа ты знаешь, что ты там понедельник, среду и пятницу, субботу, типа можешь гулять, значит гуляй. Человек такая скотина, ко всему привыкает. Надо посмотреть будет, когда всё это доступно будет, на Яндексе в каком я графике. Ну, кстати, опять же, здесь вот в инфографике на сайте Собянина масочно-перчаточный режим указано, что обязаны использовать маски на улицах, в магазинах, ну и во всяких там общественных местах, медицинских учреждениях, на рабочем месте, кроме работы в обособленных помещениях. В такси и общественном транспорте, то есть личный транспорт, к этой категории не относятся. То есть чисто технически я на велосипеде, меня больше всего беспокоит велосипед, я не обязан использовать маску, это личный транспорт. Это не спорт, если я еду по делам с пропуском, это не спорт, это передвижение на личном транспорте, я не обязан использовать для этого маску. Ну а спортом я никогда особо не занимался, именно как на велосипеде, зачем, если можно по делам ездить на велосипеде, совмещать приятное с полезным. Да и вообще, на велосипеде я не имею права после 9.00 передвигаться, пункт 4.1, типа заниматься спортом только до 9 утра. Если я еду после этого времени на велосипеде, это либо прогулка, либо поездка по делам, где можно гулять. Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах, во дворах, короче везде, кроме детских площадок, специальных мест с брусьями и так далее. Вы хотите заниматься спортом на улице, но вы не имеете права использовать элементы городской инфраструктуры, то есть спортивные площадки. Г. Логика. Ж. Государство. При этом обращаю внимание, что городские велопрокаты разрешили, ну с 1 июня будут работать без ограничений, и там типа такое условие. Вы либо катаетесь в масках, либо сами после себя дезинфицируете поверхность, то есть ввозите пульверизатор, все протерли, все хорошо. Почему нельзя то же самое прописать для спортивных площадок? Заниматься спортом не только можно, но еще и строго нельзя. Вот, вот, как здесь почти. Оноциальная дистанция, ну там все понятно. Какой смысл разрешать заниматься спортом на улице людям, если запрещено использовать спортивные площадки? Я не то, что как бы призываю там этого не делать, не соблюдать и так далее, но вы поймите, у нас люди, которые там занимаются велоспортом или бегом, их не очень много. Вот, я не знаю, как у вас там, у меня вот во дворах есть спортивные площадки со всякими тренажерами, брусьями и так далее, и там дохрена людей. Там реально десятками люди тусили, вот до всей этой ситуации. Зима, лето, не летом вообще кошмар. То есть, нет тренажерок, сейчас нельзя их, они не работают. И те разрешили заниматься спортом, ты можешь только бегать. А если тебе конкретно бегать нельзя, и ты там пауэрлифтер или еще кто-то, кто, ну в принципе не бегает. То есть, тебе как бы можно заниматься спортом, но нельзя, потому что заниматься спортом ты не можешь. Вот, кстати, очень интересно сделан сформулированной седьмой пункт. Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь? Во время прогулок и занятий спортом запрещается использовать и общественным транспортом, и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем. Вот, причем обратите внимание, тут, да, в инфографике противоречия. Запрещено пользоваться любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, кроме электрических. При этом не запрещено поездка к местах прогулки на общественном транспорте и на транспортном средстве с двигателем. Г. Логика. Ж. Государство. Причем, смотрите, опять же здесь, да, прописано, разрешено про моноколеса, про сигвеи, про гироскутеры. Ничего не сказано. Нужно ли брать с собой документы? Ну, тут понятное дело, что нужно. Проще, ребята, оформляйте пропуск и двигайтесь куда хотите и болт на все остальное кладите. Мои руки чистые? Фигурально. А теперь все это грустно монтировать со всеми скринами. Все, что я хотел сказать, я сказал. Просто у меня бомбануло. Простите. И я очень рад, если кто-то досмотрел до этого момента. Большой респект и уважение. Спасибо. И напишите, пожалуйста, в комментариях слово «няшка». Я тогда пойму, что вы досмотрели и прям от сердца. Это охрененно, если вы за это выдержал кто-то. Ну, в общем, дальше я постараюсь, если у меня опять не пригорит, не влезать в эту тему. Но тут пригорело, не удержался. Sorry. Я Алексей. Благодарю за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok